Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о полнодисковом шифровании. Вообще я уже делал скринкаст по Veracrypt, но в комментариях мне писали, что вы создаете контейнер, а надо показать, как шифровать диск. Мне кажется, это ничем не отличается, но окей. Покажу, как шифровать диск. Итак, все о шифровании, о Veracrypt и так далее я рассказывал в первом скринкасте. Сейчас повторю лишь, что Veracrypt бесплатная и надежная программа. Скачали, установили, запустили. Создать том. Тут нам предлагают создать контейнер, зашифровать несистемный диск, то есть любой диск на компьютере, и диск с системой, то есть тот, на котором у вас установлен Windows. Его мы и зашифруем. Обычный или скрытый. Тут тоже как с контейнером. Матрешка. Зашифрованная в зашифрованном. Но мне кажется, это уже лишнее, поэтому выберем обычный. Тут можно зашифровать весь диск или только раздел с операционной системой. Тоже на ваше усмотрение. Если у вас несколько операционных систем, нужно выбрать мультизагрузку, но у меня она одна. Здесь можно выбрать алгоритм шифрования. Великие программисты могут начать холивар о том, какой выбрать, но я бы оставил по умолчанию. И устанавливаем пароль и подтверждаем пароль. Они советуют 20 символов и обязательно включать особые символы, то есть пароль должен быть защищенным. Но вам его нужно будет вводить всякий раз при запуске системы, а записать на стикер и приклеить на монитор нельзя, тогда пропадет смысл шифрования. Поэтому придумайте сложный, но запоминающийся. И начинаем генерировать ключи шифрования хаотичными движениями мыши. Все. Теперь нужно создать диск восстановления, то есть флешку с бэкапом Verocrypt на случай, если что-нибудь повредится в системе. Сохраняем архив в любом месте. Далее находим сохраненный архив, берем флешку, чистую, отформатированную в системе FAT и вынимаем из архива папку EFI в корень флешки. Далее. Все правильно, говорят нам. Теперь вынимаете флешку и положите куда-нибудь в квартире, но запомните куда. Прятать не обязательно. Далее. О перезаписи данных я рассказывал в видео об рейзе. Ластики. Поэтому не буду вдаваться в подробности. Я оставлю нет. Все. Претест. Хотя я бы сказал, что это просто тест. Информация на случай, если что-то пойдет не так, окей. И после этого компьютер перезапустится. У вас попросят ввести пароль. Показать я это не могу, так как это происходит до загрузки системы. И вот. Можно приступать к шифрации. И я бы сказал шифрованию. Тоже информация на случай, если что-то пойдет не так. И все. Шифрование началось. У меня это заняло часа четыре. Но мне кажется, это моя вина. Вообще, перед запуском шифрования я вам советую выйти из всех приложений. Вообще из всех. А лучше еще и интернет отключить. У меня, мне кажется, система куда-то полезла. Начала что-то делать. А параллельно все это шифровалось. Ну, то есть он сделал 98 процентов за 25 минут. А потом завис. И счет шел уже на дни. Поэтому я сделал паузу. Благо это возможно перезагрузил компьютер. Отовсюду вышел и он закончил шифрование уже за секунды. Ну и все. На этом процесс шифрования завершен. Теперь о том, что данные у вас зашифрованы, вы будете вспоминать только при загрузке системы. Поскольку вам придется всякий раз вводить дополнительный пароль. И при попытке злоумышленников украсть данные с вашего компьютера. В этом случае вы будете вспоминать об этом с улыбкой. Ну и в случае, если вам вдруг по какой-то причине понадобится расшифровать диск. То есть сделать все как было до общения с Veracrypt. Вы просто здесь выбираете перманентно расшифровать. Запускается процесс дешифровки. И вы снова имеете свои прекрасные незащищенные данные. Вообще у нас уже много видео по безопасности. Ссылку на плейлист оставлю в описании. И есть кстати еще хорошая статья на сайте Теплицы. Это просто памятка по цифровой гигиене и безопасности. Ссылка в описании. Это надо знать. Это клево. Все любите друг друга. Вообще страх плохой советчик. И если где-то страшно, нужно двигаться именно туда. Но цифровая гигиена это не про страх, а про здравомыслие. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok